Христос воскресе! Всех вас раз видеть! Мы уже увидимся с вами последний раз. У меня последняя сегодня встреча с вами. В следующий раз увидимся только с теми, кто изъявит желание учиться на второй ступени. И перед началом нашей беседы я хочу вас всех поздравить с успешным окончанием учебного года. Все, кто сегодня собрались, все совершили подвиг, все совершили подвиг, какую-то свою жертву. И я хочу сказать, что если кто-то, придя сюда, сомневался или сомневается в необходимости этого прихода, в цели этого прихода, для чего я сюда хожу, задает себе вопрос, что мне от этого нужно. Я вам хочу сказать, что вы не сомневаетесь. Потому что раз вы сюда пришли, то Господь найдет вам и применение. Если уж Господь вам дал силы здесь год просидеть, прослушать, что-то для себя подчерпнуть, то Господь обязательно найдет вам, куда эти знания применить. Как правило, все потом теряются. Ну куда? Ну в проповедь. Ну в какую проповедь? Ну Господь даст вам, поверьте мне, Господь найдет маленькую стезю, маленькую дорожку, маленькую нишу, куда вы, каждый из вас по-своему, по отдельности, сможет применить те знания, которые вы здесь получили. Я думаю, что вы их получили. Сегодня мы это проверим. Не в том формате, в котором подает, конечно, отец Владимир, да, в более лояльном формате. На сегодня, я уже вам говорил, мы постараемся такой небольшой богословский дискус провести. Но перед началом я вам обещал, что последняя лекция наша будет посвящена иконе. Иконе и почитанию мощей. Поэтому в таком, так сказать, поверхностном, наверное, но тем не менее формате мы постараемся эту тему осветить. Для того, чтобы говорить об иконе, нельзя не упомянуть два момента. Первое. Это иконоборческий период, о котором, наверное, многие из вас слышали. Иконоборческий период, который длился в 8-9 столетии, закончился 7-м Вселенским собором, праздником торжества православия. И, естественно, мы должны с вами будем обратить внимание, а была ли икона в первой христианской церкви, в первой церкви, в древней церкви? Была ли икона тогда? И если была, то какое значение она имела? Я хочу сразу же адресовать вам, уважаемые коллеги богословы, такой вопрос. А знаете ли вы какие-то иконы первохристианских времен? Что такое литературная икона? Допустим, в гелиз лука. В гелиз лука. В гелиз луке. В гелиз луке. Это уже вообще ветхий завет у нас идет. Мы говорим о первохристианской церкви, общине, первохристианские общине. Все-таки, когда мы говорим о спасении рукотворном, о святом луке, это все-таки благочестивое предание. Научно, как бы, оно сложно поддается какому-то такому утверждению. Есть какие-то обоснования, но тем не менее, нужны конкретные, четкие, явные, для всех приемлемые, для всех факты существования первохристианских изображений. Я уже намекаю. Первохристианских изображений. Где мы можем обнаружить первохристианские изображения? Где же... Первохристианские изображения. Давайте думать. Плащаница. Ну, это более древняя. Ой, более новая. А вот более древняя. Самая древняя. С чем ассоциируется, не знаю, как у вас, у меня очень часто ассоциируются первохристианские общины, римские общины. С чем они ассоциируются? С катакомбами. И что же там мы можем увидеть? А можем ли мы там обнаружить изображения? Ну, правда же, вот именно там мы и обнаруживаем первохристианские изображения. Но можем ли мы сказать, что эти изображения, которые были в катакомбах, носили тот же смысл, ту же смысловую нагрузку, тот же смысловой характер, который носит современная икона? Ну, икона Лёшишка не дает не описание там, а само событие. Там что же были события на кейсоции? Дело в том, что первохристианские изображения описывали не столько божество, сколько функцию божества. Носили с инвентивным характером. То есть, когда мы обнаружим или смотрим на изображение доброго пастыря, изображенное в катакомбах, то мы видим под добрым пастырем не самого спасителя, а его функцию, то, что Христос спасает. Христос спасает. То есть, это были символические изображения, которые говорили о функции божества, что Бог делает. Вот в частности, когда мы говорим о добром пастыре, то смысл этого изображения в том, что Христос спасает. Но в дальнейшем, естественно, богословие иконы и само изображение претерпевали некоторые изменения. Я сейчас зачитаю вам, например, Леонтий Иеропольский, это святой седьмого века. Что же он пишет о изображениях, как к тому времени уже понимали икону. Он пишет, «Начертываю и пишу, Христа и страдания Христовы в церквах, и домах, и на площадях, и на иконах, и на полотне, и в кладовых, и на одеждах, и на всяком месте, чтобы ясно, видя их, вспоминать, а не забывать. А как ты, поклоняясь книге закона, поклоняешься неестеству кож и чернил, но находящимся в ней словесам Божьим, таки я поклоняюсь образу Христа, неестеству дерева и красок, да не будет, но поклоняясь неодушевленному образу Христа, через него я думаю обнимать самого Христа и поклоняться Ему. Мы, христиане, телесно лабызая икону Христа, или апостола, или мученика, душевно лабызаем самого Христа, или его мученика». Вот уже как все переросло. Здесь есть один маленький момент. Он говорит о безображениях на одеждах. И он говорит о воспоминаниях. Вспоминать, а не забывать. Дело все в том, что когда начался иконоборческий период, о нем сейчас мы немножко поговорим, западная церковь, римская церковь, это был оплот борьбы с иконоборчеством. Как ни странно, римская церковь во главе с римским первосвященником это оплот борьбы с иконоборчеством. И именно тогда началось разделение церквей. Но так как у византийского императора уже руки-то были коротки добраться к папе римскому, то римская церковь не претерпела тех каких-то мучительных страданий, не выработала некого внутренней защиты и какого-то иммунитета для иконоборчества. И поэтому икона там и стала развиваться как некое воспоминание. Существовали даже случаи в западных церквях, когда иконы для того, чтобы прихожане их не лобызали, поднимали просто повыше. Для чего? Для того, чтобы икона служила для людей неграмотных не более, чем изображительным Евангелем. То есть для того, чтобы научить людей. Вот так появилось на Западе, начало развитие на Западе не икона, а религиозная картина. И поэтому, когда мы вот видим с вами вокруг себя вот эти вот религиозные картины, то мы теперь с вами понимаем, почему и для чего они изображают их так. на Востоке борьба с иконоборчеством носила совершенно иной характер. Но прежде чем опять же сказать о борьбе с иконоборчеством, давайте поговорим о причинах, о причинах, которых повлияли на начало иконоборческого периода. Я хочу сказать, что во глобе иконоборцев стояли императоры. Именно они несли на себе самую такую смысловую нагрузку и существовало как минимум три причины, из-за которых начался иконоборческий период. То есть первая это политические причины. Из-за того, что существовали конфликты на Востоке, императоры хотели через иконоборчество сблизить свои народы с мусульманами и с иудеями. То есть отказ от изображения должен был приблизить, сделать более мирное сосуществование с вот этими пограничными народами. богословские, ну понятно, какое богословское обоснование можно предъявить для того, чтобы отказаться от икон, как вам кажется? Может, типа, как вы понимаете? Да, какая заповедь существует? Не сотвори себе кумира. Это и есть основное богословское обоснование, которое положило начало иконоборческого периода. Ну и третье, это как раз-таки неправильное отношение самих христиан. Я сейчас зачитаю вам цитату небольшую, Анастасий Синаид, он пишет, «Многие думают, что крещение достаточно чтится тем, что, войдя в церковь, перецелуют все иконы, не обращая внимания на литургию и богослужение». Знакомо, правда? Тысячу лет прошло, да? А как будто вчера написано или сегодня даже утром. Так вот, дело-то в том, что настолько было искажено отношение к иконе, что иконы брали в восприемники при крещении. С икон соскалбливали краску и добавляли ее в чашу причастия. служили на иконах вместо того, чтобы служить на престолах, служили на иконах, либо клали святые дары сначала в руки на иконе спасителю, а потом принимали уже из рук с иконы, считалось как-то, что вот так вот, что ли, больше благодати из рук самого спасителя принимали причастие. Делали изображение на одеждах. Об этом, как видите, пишет еще и Леонтий Иеропольский. Но отношение к этим изображениям уже стало иным, неблагочестивым. То есть, изображение носило скорее художественный характер, как украшение использовалось, когда на плащах, на каких-то предметах одежды делали изображения святых, спасителей и так далее. И это носили ради украшения, то есть, для того, чтобы похвастаться перед другим. Посмотрите, какой я вот христианин. Но при этом это было совершенно неблагочестивое отношение к, так сказать, к этому изображению. Так вот, отцы, среди них, конечно, мы должны выделить два основных отца. прежде всего, это Янда Москвин и Федор Студит, они боролись с иконоборчеством как с христологической ересью. Борьба с иконоборчеством носила христологический характер. Понимаете, в чем глубина? То есть, когда я как-то слышал, не буду называть как бы имя опять же выступающей одной поп-звезды и у него видно какой-то может быть протестант, может быть кто-то какой-то провокатор спросил, ну вот, а как вы относитесь к иконам, вот, заповедь, вот, не сотвори себе кумира и так далее. Он говорит, мы относимся к иконам как к фотографии, как к воспоминанию. Вот это в корне неверное понимание того, что есть икона. Икона для нас глубоко евхаристично и отказ от иконы это для нас христологическая ересь. Почему? Потому что для нас образ человека Иисуса это есть что? Образ Бога. Потому что Иисус есть кто? Бога человек. Бога человек. И если благодатью Святого Духа, то есть, если благодать Божия освящает тело, если мы принимаем Евхаристию, если мы говорим о том, что принимая хлеб и вино, мы причащаемся телу и крови, если мы говорим о том, что крестившись в водах, мы омываемся от грехов, то почему мы должны отказаться от того, что через изображение мы возносимся к первообразу. Иконоборцы говорили так. Если на иконе изображено человечество Христа, то это что? значит мы отделяем человечество от Божества и значит это верес нестарианство. Если на иконе изображено Божество, значит мы делаем Божество тварным и значит это арианство. А если на иконе изображено и человечество и Божество, значит, мы сливаем божество и человеческое воедино, и значит, это евтихианство или монофизитство. А что же отцы отвечали на этот вопрос? А отцы говорили, что на иконе не изображена природа, но в силу того, что второе лицо Пресвятой Троицы воипостазировало в себя человеческую природу, на иконе изображается ипостазь или личность второго лица Пресвятой Троицы. Личность. Не природа, а личность. И когда мы смотрим, лобызаем, молимся на икону, то наше с вами отношение должно быть следующим. Через образ мы возносимся к первообразу. Я сейчас вам зачитаю несколько цитат святых отцов. Я думаю, они лучше скажут за меня и, может быть, даже понятнее. Иоанн Дамаскин пишет. В древности, то есть в Ветхом Завете, Бог бестелесный и не имеющий вида никогда не изображался. Теперь же, когда Бог явился во плоти и жил среди людей, мы изображаем видимого Бога. Я видел человеческий образ Бога, и спасена душа моя. Созерцаю образ Божий, как видел Иаков. И иначе, ибо он очами ума видел невещественный прообраз будущего, а я созерцаю напоминание о виденном во плоти. И еще дальше он продолжает. А с тех пор, как в нем вселилось слово Божие, вещество стало достохвальным, а потому вещественные образы необходимы и имеют положительный смысл. Федор Студит, который как раз и в большей степени... Потому что Иоанн Дамаскин, ну и сейчас я расскажу об этом, сейчас только зачитаю. Федор Студит, он именно являлся тем человеком, который наибольшей степени говорил о том, что иконоборчество – это есть христологическая ересь. Так вот, что он пишет. «Непостижимый – зачинается в очреве Девы, неизмеримый – становится ростом в трелоктя, безграничный – приобретает границы, неопределенный – встает, садится и ложится, вездесущий – положен в колыбель, невременный – постепенно достигает возраста 12 лет, безвидный – приобретает очертания, и бестелесный – облекается телом, а потому он один и описуем, и не описуем». Вот так. И еще Иоанн Дамаскин выделил два таких положения, два термина – «латрия» и «просконесис». Он говорил так, «латрия» и «служение», но служение может быть только Богу, тогда как «просконесис», «почитание» или «уважение» мы относим к иконе. Понятно. Служение только Богу, а «почитание» и «уважение» и «коне». Это как вам сказать, когда мы встречаем пожилого человека, мы всегда должны ему какие-то знаки внимания и уважения, но мы же ему не должны служить как таковому. Сейчас еще зачитаю вам изречение Седьмого Вселенского Собора, чтобы поставить, так сказать, в точку уже над этим вопросом и перейти к следующему. Мы храним ненововводно все церковные предания, установленные для нас письменно или без писания. Одно из них есть изображение иконной живописью, как согласное с рассказом о евангельской проповеди, служащее нам удостоверением подлинного, а не призрачного воплощения Бога слова, ибо вещи, которые указывают взаимно друг на друга, без сомнения уясняют друг друга. Ибо чем чаще, через изображение на иконах Христос и святые бывают видимы, тем более взирающие на них побуждаются к вспоминанию о самих первообразах и к любви к ним, и к тому, чтобы чествовать их лобызанием или почитательным поклонением, просконесис, не тем истинным о нашей вере служением, латрия, которая приличествует одному только божественному естеству, на почитание по тому же образу, как оно воздается изображению честного и животворящего креста и святому Евангелию и прочим святыням, фимиамам, поставленным свечей, как делалось это по благочестивому обычаю древними, ибо честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющейся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней. Вот как-то так. Да, ну, мудрёно, а как по-другому? Главное здесь запомнить несколько вещей. Несколько вещей. Прежде всего, запомнить на том, что на иконе не изображена никакая природа, то есть ни природа божества, ни природа человечества. Если мы говорим о святых, в частности сейчас идет речь о иконе Спасителя, мы говорим о иконе Спасителя, мы говорим, что на иконе не изображается природа. На икона изображается личность ипостась. Второе. Нужно понимать, для чего мы стоим перед иконой и кому мы там молимся, для чего она нам нужна. Так вот, нужна она нам для того, чтобы возводила нас к первообразу. Мы молимся не дереву, не материалу, но хотя мы с вами, как я уже сказал, как и в причастии, да, не отказываемся от того, что через свое Боговоплощение Господь осветил окружающую природу, в том числе и природу человека. Соответственно, благодать может действовать через что угодно, в том числе и через видимое вещество. Но мы должны понимать, что мы молимся Иисусу Христу, а икона должна нам помочь, ну, если хотите сконцентрироваться в этой молитве. Самой иконе уважение, уважение, почитание, но не обожествление самой иконы, то есть как дерево, как предмета, как вещества. Служение истинное только самому Богу. Икону мы только уважаем, почитаем, чтим, в том числе и как святыню, но не возносим ее выше божества. Понятно? Вот основные, собственно, моменты. Теперь давайте обратим свое внимание на почитание мощей. Я вам уже сказал. Первое, это то, что они хотели добиться политических целей, то есть конфликт сгладить таким образом. Соответственно, им нужно было богословское обоснование. Какое-то для этого нельзя было просто прийти к церковным людям, а тогда каждый из себя считал церковным человеком, и сказать, что, слушай, ну вот там у нас на границе, знаешь, не очень любят иконы, давай-ка мы от них откажемся. Ну, вы что? И так произошли, там же конфликт произошел, когда иконы начали снимать. Когда икону по приказу императора стали снимать с ворот, значит, Константинополя, то народ возмутился и убили, я уже не помню, то ли одного, то ли двух военных. Это восстание там быстро погасили. Ну, естественно, нужно было какое-то богословское обоснование этому. На Западе они уже были достаточно независимые, то есть римская церковь, она уже больше относилась к западным фракийским императорам, германскими и так далее. Туда уже руки императора византийского не так-то было легко допустить. И они как бы высказали свое мнение о том, что они не поддерживают это движение. Там тоже произошел конфликт в этом плане. Но из-за того, что византийский император никак не мог какие-то репрессии там устроить, то они, собственно, и не пережили вот эту необходимость богословского обоснования, не выработали иммунитет, не выработали богословие, иконы. И поэтому они как относились к этому, то есть к чему-то, что должно служить фотографии, напоминающие события, то есть к чему-то внешнему, что должно служить каким-то там... То есть Евангелие-то, Священное Писание было написано на языках, которые большинство просто вообще не знало, а многие вообще не умели никак читать. Поэтому для них это был хороший учебник, который висел просто на стенах. Ну и к тому же, почему, опять же, подымали эти иконы на Западе, почему отказывались? Я уже говорил, ну это были ужасные, просто ужасные инсинуации какие-то, когда соскалбливали эту краску с икон, когда брали ее восприемники, когда там служили, когда, ну, то есть икону уже превозносили действительно как идол какой-то, вот как я уже вам читал, да, Анастасия Синаида, когда вот забегали, и вот, ну, как практически сейчас, да, но тогда вот от этой необразованности происходили просто ужасные вещи, понимаешь? И поэтому это было еще одной подоплекой. То есть, как правило, всегда любая, я вам хочу сказать, любая ересь, любая, которая существовала, это же не была борьбой с церковью, она всегда носила под собой желание какого-то благочестивого решения. Всегда, любая ересь. Они всегда хотели, ну, так сказать, каким-то образом как можно лучше обосновать какие-то неизвестные моменты. Тот же Арий, он же не специально выдумал там какую-то свою идею. Он хотел тем самым разъяснить, как мог, но суть-то была в том, что он так и не смог отказаться, когда ему указали на, значит, на нюансы, на неправильную сторону. Вот, он не смог от этого отказаться. Тут же не история и так далее. То есть, они все пытались, так сказать, с добрыми, если можно так назвать, с добрыми целями, с добрыми идеями решить какие-то проблемы богословские, то есть, наладить мир там и так далее. Но в результате это оказывалось чем хуже, потому что все христологические ереси, все вообще ереси и борьба с ересями, она носила какой характер? Стереологический. Каким образом отцы боролись с ересями в принципе? Таким образом, что если принять эту ересь, например, если принять ересь Ария, то спасение невозможно. Ария говорил, что было время, когда Христа не было. Что Христос был создан Богом Отцом, соответственно, имеет свое начало, соответственно, Он меньше Бог. И отцы, естественно, ему отвечали, что если Он меньше Бог, если Он посредник, то в свою очередь Ему будет нужен еще какой-то посредник, а тому посреднику, еще какой-то посредник, и тому посреднику, и так и бесконечности. Если Христос не Бог, то спасение не произошло. Если воплотился не сам Бог, то, соответственно, спасение не произошло. В этом ошибка. Несторий разделял человечество Христа от Божества. Вот такая теория двух сынов. Человек и Бог, он их отделял. Опять же, если это не Бога-человек, то спасение не произошло. Монофизиты сливали Божество и человеческое. Евтихий говорил, что человечество во Христе растворилось, как капля меда в океане. И отцы говорили, если человечество во Христе призрачно и не существует, значит, Он не воспринял нашу природу полноценно. А значит, Он ее не осветил и не спас. И значит, спасение не произошло. Так же и с иконой. Если мы не принимаем икону, значит, мы не принимаем Бога воплощение. Значит, мы не принимаем то, что Христос был явным образом настоящей плоти, природе человека. И что мы Его видели. И что мы можем изображать то, что мы видели. Значит, не было воплощения. Значит, нет основания. Природа не освящена Христом. Нет той объективной стороны спасения, в силу которой мы называемся все святыми. Помните, в силу чего мы святы? В силу чего свята Церковь? Я с вами говорил. Церковь свята в силу святости... Кого? Христа. В силу святости Христа. А Христос осветил нашу природу, положив тем самым объективное основание для нашей святости. И дав тем самым огромные, широкомасштабные возможности для субъективизма. То есть для действия каждого из нас. Каждый из нас теперь может воспользоваться этим. И в силу того, насколько он этим пользуется, насколько он приближается ко Христу, настолько он и становится свят. Я уже в тысячный раз повторю вам, что доброе дело без Христа ничего не значит. Доброе дело... Вот много недавно знакомый один мне говорит... У вас, я знаю, много знакомых католических священников. Я говорю, да, очень. А могли бы вы мне посодействовать? Я говорю, чем я могу вам посодействовать? Вот мы 20 лет с супругой живем вместе, но не венчаны, в браке не состоим в церковном. Жена католичка, она против венчаться в православии. Могли бы ли вы посодействовать, пойти к какому-то из ксенцов, попросить, чтобы без учебы, без этих всех, короче, лишних головных болей, забот, просто взяли и повенчали. Я говорю, а почему же ты не хочешь поучиться, узнать? Ну, а что мне говорит? Зачем мне это? Я ничего никому плохого не делаю. Я ничего никому плохого. Все. То есть вот она четкая, конкретная картина, которая, ну, практически она везде, все с ней сталкивались. В церковь не хожу, не хожу, но и плохого ничего не делаю. Поэтому, как бы, и что-то меня Господь не возьмет к себе. Но задача наша, не просто не делать никому плохого, а не делать этого во Христе. Христос в том числе для нас пример, и без единения с Ним. Мы уже говорили с вами о браке. Брак – это союз кого? Мужа, жены и Христа, потому что Христос есть истинная любовь. Вне Христа нет истинной любви. А, соответственно, доброе дело, вне Христа никаким образом не соединяется с Христом. Не зная Христа, я уже говорил, для чего мы здесь с вами собрались? Для того, чтобы хоть чуть-чуть, хоть как-то внешнему узнать о Боге. Потому что если мы Бога не знаем, но стремимся с чем-то соединить, то мы стремимся соединиться со своим воображением, с плодом своего воспаленного воображения. Поэтому мы соединимся с кем угодно. С сибирским тушканчиком, с Дедом Морозом, и еще с кем-то, с дедушкой, с палочкой, с клюкой. Кого хотите себе представьте, но это будет не Христос. Если мы Христа не знаем, то мы с Ним не соединимся. А если мы с Ним не соединимся, то и нет спасения, потому что спасение в соединении со Христом. А доброе дело – это путь к этому соединению. И если этот путь идет сам по себе, ну, как это сказать, для того, чтобы вы меня не трогаете, я ничего плохого не делаю, так никто тебя и трогать не будет, но и результата не будет. Правильно? Ну вот вы меня не трогаете, я ничего плохого не делаю, вы меня не трожьте. Так Христос не будет тебя трогать, но и соединиться Он с тобой насильно не будет. Вот в чем смысл. Понятен, да? Я надеюсь. Ну еще давайте, хорошо. Ну, да, поэтому он оставлен на самый, этот, финиш. Во время второго регламента спасал Японию, спасал, спас, но он появился, потому что он сделал документы. Он, естественно, сделал хорошее дело. Спас. То есть здесь только про него, то что он не спасется, потому что он не знает места, или они не спасут, потому что они благодарны этому проявлению. То есть получается, что они не знают, но тем не менее, если они это сделают, хорошие дела? Хорошие. Они хорошие люди. Ну, во-первых, смотрите, я все-таки убежден в том, что, первое, ну, есть такое понятие в догматическом, опять же, богословии, что для одних Христос есть судья, а для других промыслитель. Вот. Для кого, кто он там будет для него? Всегда нужно оставлять нам, грешным людям, не ставить себя на место Бога. То есть оставлять Богу свободу, Бог оставляет нам свободу безграничную, а мы давайте оставим ему хоть чуть-чуть свободы. Но тем не менее, нужно четко себе уяснить, четко себе уяснить, что истинное, настоящее спасение возможно только во Христе. Я обращу внимание на один момент. Феофан Затворник, все знают Феофана Затворника, так вот Феофан Затворник выделял два периода спасения, если хотите, то есть две категории спасения. Он говорил, что есть спасение, состояние спасения, а есть состояние христианского совершенства. Это два разных спасения. То есть вот понимаете, о чем идет речь? В чем отличие? Феофан Затворник говорил так, для того, чтобы человеку спастись, спастись, ему нужно верить в Бога, делать добрые дела, молиться, заповеди соблюдать, и вот тогда он спасется. Но состояние христианского совершенства это то, что мы и называем обожиним в истинном, в глубочайшем смысле. Феофан Затворник говорил, сие не от вас, но дар Божий. Это состояние высочайшей глубины, которое дано не каждому. Поэтому надо оставлять всегда вот эту частичку свободы Хриф Богу. Но я убежден по своей, как бы, опять же, мое мнение, что если человек не стремится к соединению со Христом, то он с ним и не соединится. Вот. Можем ли мы говорить, что он прям будет в аду гореть? Наверное, нет. Но если мы говорим о состоянии истинного спасения, о состоянии христианского совершенства, ну, никак не подходит он под эту категорию. То есть вы же помните, что апостол Павел говорил, и был восхищен до какого неба? Да. Значит, неб, сколько там? Бог его знает, сколько их там. Вот. До какого неба будет восхищен этот конкретный человек? Ну, мы с вами здесь не решим, даже, так сказать, потратив на это всю оставшуюся жизнь. Вот. Если не достигнем только концу жизни христианского совершенства и какого-то там, значит, провидения, там, прозорливости какой-то. Вот. Поэтому добрые дела все-таки это добрые дела, а состояние христианского совершенства, состояние обожжения, соединения со Христом, это разные вещи. Разные. Вот. Опять же, никто не знает, для чего он это делал, почему, какие мотивы у него там были, какие, и чем там они там благодарили его, как они там его благодарили, с какими мотивами они благодарили, тоже никто не знает. Вот внутри, вот есть такое, такое понятие, как три модуса человеческого существования, модусы христианского возрастания. Младенец, юноша и муж. Есть плюсы-минусы этого восприятия. Плюсы какие? Очень легко всегда объяснять окружающим, да, в качестве школьного богословия. Это духовный младенец, он только в церковь пришел. Это уже возрастающий юноша духовный, а это уже духовный муж. Но как только мы копнем глубже, как только мы копнем глубже, то мы, если мы сами не достигли какого-то христианского возрастания, то мы можем видеть духовного мужа просто в старом дедушке с большой, красивой, шикарной бородой. Но при этом, на самом деле, он будет духовный младенец. Понимаете? Поэтому вот я не берусь, например, за то, чтобы судить, кто куда пойдет, этот в рай или в этот в ад. Могу только четко, вот это мое убеждение, что истинного соединения со Христом невозможно, истинного спасения невозможно без Христа. Вот и все. А как уж Господь там с ним распорядиться, давайте все-таки оставим это Богу свободу, пусть он сам распоряжается. В любом случае, могу с уверенностью сказать, что не бывает в этой жизни никаких вещей, событий, которые не были бы для чего-либо, бессмысленных вещей. Другое дело, что мы не всегда это можем понять, в силу того, что наш ум, дух, наше тело засорены грехом. Может быть, если бы на моем месте сидел Феофан Заткорник, он бы вам сказал, что там и как. Но, к сожалению, вам приходится лицезреть меня в моем статусе. Еще вопросы есть? Как говорил Серафим Саровский, стяжи Дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи. Спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Я думаю, что насильно Христа, невозможно никого привезти к Христу. Нужно понимать, что это как отец Александр Хомбак как-то на проповеди, он сказал замечательную вещь, ее запомнил. Он говорит, ну, как можно сытого человека накормить? Вот он сытый, он и не хочет есть. Понимаете? Но неизвестно, чем он сыт. Он может съесть изысканную пищу, а может напихать в брюхо каких-то отбросов. Но при этом сытость его брюха, наполненность, она как бы одинаковая. И ты ему будешь, как бы ты ему, так сказать, не предлагал, какую-то изысканную пищу, его будет уже, ну так сказать, выворачивать от этого. Он уже никак не хочет. Он сыт, он уже не может смотреть ни на что. Поэтому, ну, пока он не проголодается, вот, вряд ли вы его накормите. Но при этом, я думаю, что всегда нужно быть рядом именно с этим лакомым кусочком, чтобы в нужный момент, возможно, он его хотя бы увидел, хотя бы увидел разницу между той пищей, которую потребляет он и той пищей, которую потребляете вы или можете ему предложить. Я думаю, так. При этом, конечно, главная, как мне кажется, задача для нас с вами, нашей с вами проповеди, не быть лицемерными. Вот не нужно быть лицемерными, нужно быть такими, какие мы есть. Это, мне кажется, очень важно. Тогда вас будут воспринимать всегда и во всех обстоятельствах. Если вы начнете лицемерить, там, махать лишний раз головой, там, креститься направо-налево, там, охать и ахать, говориться о каком-то изысканном благочестии и так далее. И поверьте, вы все равно не будете соответствовать тому, что вы пытаетесь преподнести. Не будете вы этому соответствовать. Внутри все равно из каждого из нас все-таки живет еще такой маленький младенчик духовный, который то падает, то встает, то опять падает. А когда мы пытаемся что-то вот такое из себя изображать, это настолько видно, когда вот это вот наигранное благочестие, святость, и вот это вот, и вот это вот с набитым брюхом его еще сильнее воротит от этого всего, потому что это уже не изысканная пища отрубей, которые еще хуже, чем он их потреблял. Поэтому я думаю, что для проповеди мирян главное не быть лицемерным. О почитании мощей, о почитании святых, в принципе, потому что нас тоже обвиняют в лишнем том, что это не нужно, и обвиняют нас протестанты. А в силу чего мы почитаем мощи? Может, вы сами догадаетесь? Постоянно говорим о это слово, произносим вслух. По крайней мере, я постоянно его произношу вслух. Благодать, обоженье. Если человек осветился, если он свят, то Господь и присутствует в нем, и присутствует в нем, и, соответственно, мы не косточком молимся, а в силу почитания его подвига, мы понимаем, что и в том числе в его косточках Господь присутствует, как присутствует везде. Это не косточки нам подают спасение, но подает нам спасение сам Господь. А находится он там потому, что этот человек святой. Соответственно, в нем живет Дух Святой. Да. Сейчас, если я найду, секундочку, если я найду, если я найду, вот, секундочку, зачитаю вам. Это епископ Каллистер Уэр пишет. Ввиду того, что православные верят в освящение и преображение тела вместе с душой, они благоговейно почитают мощи святых. Они верят, что божественная благодать, присутствующая в телах святых при жизни, сохраняет действенности после смерти, в их мощах, что Бог пользуется этими мощами, как проводниками своей божественной силы и средствами исцеления. Это почитание мощей происходит не от невижества и суеверия, а от высокоразвитого богословия тела. Епископ Каллистер Уэр православный епископ. Да. Насколько способствуется вот это благодатейное отношение к мощам святых, если, ну, как можно, какой парадокс получается, по сути, тело делится на части, частичка здесь находится, частичка там, получается, короче, что мы, так скажем, разбираем на запчасти. Разбираем на запчасти. А... Да, именно поэтому мы и разбираем это на части. А давайте тогда подумаем, что мы разбираем на части и при части, но причащаемся единого тела. На части мы его разбираем по кусочку, по маленькому, и при этом неважно, какой кусочек, мы говорим, что в этом малюсеньком кусочке присутствует весь Христос. Весь Христос. А там тоже весь Христос присутствует, потому что он присутствует во всем теле. Во всем теле. Ну, это музей, это, знаете, это же, ну, как бы, это вообще... поправил перцовая кость, мне кажется, что это... Ну, это перед... Смотрите, я понимаю, к чему вы клоните на Афоне косница. Да? И там надпись «Мы были, как вы, а вы станете, как мы». Для чего это? Это память смертная, чтобы вы понимали, что... Чтобы вы осознавали напоминание смерти. Вот, они хранят косточки, протирают их там, масел там хранят, складывают, да. И это нормальное отношение, потому что это не ужас видеть часть... Потому что он жив. Потому что этот брат, он жив, он не умер. И у его косточки есть напоминание о том, что он жив. Вот. В том числе и нетление мощей. Вот. Хотя я вам хочу сказать, что нетление мощей не является основанием для... Ну, полноценным основанием для, значит, канонизации. И факт тому, например, мощи Серафима Саровского, которые при открытии этих мощей находились в ужасном состоянии. Несмотря на это, Серафим Саровский был канонизирован. То есть это является одним из факторов, но не основным. То есть не обязательно, если, значит, канонизируют, если мощи, значит, нетленные. Может и не быть нетленные мощи, но при этом будет канонизирован на святой. Это вы про причастие. Ну да, да. То есть я вообще не понимаю, как бы, в чем проблема разделения святых мощей. Это же, ну как бы, святыня. Мы относимся к этому как святыня. Вот. Если вообще люди в 21 веке, считающие себя там христианами, терпят забальзамированное чучело в мавзолее, то разбирать на святыню мощи, которые не нужно бальзамировать, которые действительно являются символом святости, я не понимаю, в чем проблема этого разбора на запчасти, если вы хотите сказать. Проблема в том, что как долго мы можем нестились, допустим, мы можем делать. Насколько у вас хватит благочестия? Вот. Если вы от своего благочестия решите раздать все имение, то вы раздадите все имение. А если вы решите пожадничать, то вы не дадите ничего. Опять же, если вы просто раскрошите, это для заработка денег, это одно. А если вы захотите, чтобы кто-то ваш близкий спас, то вы ему отдадите все там до мельчайшей частички и песчинки. И тот, кто будет к этой песчинке прикладываться, если он благочестивый человек, он будет понимать, что там есть весь Христос. Ему будет достаточно этой частички. Это также, я не знаю, рассказываем или нет, я поехал как-то в Жировицкий монастырь, и там был послушник такой, не знаю, уже не помню его имени, да это не важно. И вот, значит, идут, значит, очередь в купель окунаться, и мы там с другом стоим, он тоже был выпускник Тихоновского университета на то время. Вот мы стоим, очередь большая, мы стоим, о чем-то там разговариваем, и вот мы просто берем с точных так раз, а мыли там лицо, вот, и, ну, слышим, слышим, значит, глашатая этого. Окунайтесь, надо три раза окунуться, помогает, значит, от сглаза, от болезни почек, от этого, от того, от десятого, пятого, окунайтесь, это жидкая благодать. И мы такие, ага-га-га, то есть, о смеху, вы что так неблагочестимы? Мы говорим, послушай, а какая еще бывает благодать? Твердая и газообразная? Ну, есть жидкая благодать. Какая? То есть, ну, вот, это видно невежество человека, который там стоит. Вот, вспомните Священное Писание, кровоточивость что? Дотронуться только до края рис достаточно было, и, поверь, ее она была исцелена. А это вы окунаетесь в ист, ни слова о том, что покунайтесь с покаянием. И, окунувшись с покаянием, как воды иорданские, вам простятся грехи ваши, и вы сможете начать новую жизнь, будет способствовать новой жизни. Окунайтесь с верой, с молитвой, чтобы исповедать грехи, чтобы как-то возродиться к новой жизни, как в водах иорданские. Окунайтесь, потому что это поможет вам, чтобы вам ручка не болела, ножка, чтобы муж не пил, там, чтобы дочка удачно замуж вышла, там, чтобы внуки в хороший сад пошли, чтобы там, сын в университет поступил. Но только не надо нам этого спасения, не лезьте, короче, вы с этим своим спасением. Не нужно оно нам. Вот мы окунемся, чтобы ножки, ручки не болели, мужик пьет, поеду окунусь, может перестанет. Никто о Христе не говорит. Вот, поэтому, ну, я предлагаю зачитать, опять же, ну, еще одно слово, все-таки я скажу, о житиях. Что есть житие? Что такое житие святого? Житие святого это словесная икона. Словесная икона святого. Словесная икона. В житиях изображается не становление, но уже обоженная личность. У меня как-то был случай, будучи еще учив в университете, я, значит, писал доклад об Андрея Рублеве. И решил взять, значит, какие-то цитаты из его жития. И мне поставили на вид. Не трогайте икону. Если вы пишете научный доклад, значит, пользуйтесь научной литературой, научными исследованиями. А святого в его освященном виде не трожьте, потому что это вам не исторические события. Как говорят, икона из жития отличается от биографии, как проповедь отличается от лекции. Житие это не биография. В житии написана икона уже совершенного спасшегося, если хотите, человека. И нужно уметь, нужно уметь отличать личность святого от автора, который об этом святом пишет. Это очень важно. Сейчас вы поймете, почему. Я зачитаю несколько отрывков. Несколько отрывков. Все очень любят Матушку Матрону, правда? Читают Матушку Матрону. Есть такое житие написано Жданова и Зинаиды и Владимира. Житие сказания житии блаженной старицы Матроны. Сейчас я прочитаю вам отрывок и мы его проанализируем. Как уже устоявшиеся богословы вспомним, напряжем свои мысли, напряжем свои знания, конспекты поднимем их тут же. давайте внимательно буду слушать, я буду медленно читать и останавливаться. Здесь небольшой отрывочек, совсем малюсенький. И я буду просто в конце каждого предложения останавливаться. Вот что пишет Жданова. Она пишет от лица Матушки Матроны. Умру, ходите ко мне на могилку, я всегда там буду. Не ищите никого другого, не ищите никого, иначе обманетесь. Как вам? Вот, и я хотел спросить, а где же Христос? Умру, ходите ко мне на могилку, я всегда там буду. Не ищите никого другого. Никого. Даже святых других, я так понимаю, не нужно искать. Иначе обманетесь. Дальше. Видя все это, я как-то сказала, что она, матушка, я отвечаю, матушка, как жалко, что никто из людей не узнает, какие чудеса, секундочку, внимание, Богом вы творите. А она мне в ответ, как это не узнает? Узнают, ты и напишешь, цепляйтесь все, все за мою пяточку и спасетесь, и не отрывайтесь от меня, держитесь крепче. Слышите, что пишет? Не ищите никого, иначе обманетесь. Видя все это, я как-то сказала, матушка, как жалко, что никто из людей не узнает, какие чудеса Богом вы творите. Она Богом доказывается творит чудеса. Какие чудеса Богом вы творите? Не Господь творит через нее по ее ходатайству. Понимаете, о чем я сейчас, о чем я веду? Не о том, что не почитайте Матушку Матрону, а о том, что умеете анализировать, что вам говорят о святой. Умейте отделять святую от тех воспаленных умов, которые и как эту святую воспринимают. Понимаете? И опять же, когда я говорю, что житие это словесная икона святого. В житие нет места становлению. В жизни есть место падениям, взлетам, ошибкам. В житие нет. В житие описывается уже совершенный святой человек. А здесь вот читаем дальше. «Узнают и ты напишешь цепляйтесь все за мою пяточку и спасетесь и не отрывайтесь от меня, держитесь крепче и вот вижу сон. Стою и смотрю, как матушка облачается в мундир генеральский царских времен, ну куда же без царских времен, с аксельбантами, лентой полосатой через плечо их прикрепляет на груди множество значков. Я спрашиваю, «Матушка, что это такое?» Она отвечает, «Это регалии мои, заслуги перед Богом. Я спрашиваю, а куда вы так одеваетесь?» А она недовольна. «Как куда?» «Самому Богу Саваофу на поклон в регалиях». Куда там с Исою великому, правда, с его воистину не знаю, положил ли я начало покаяния своего? тут у нас аксельбанты, индир генеральский, лента полосатая, заслуги, как она здесь пишет, «Это регалии мои, заслуги перед Богом». Вот там Сосой великий, или Серафим Саровский, который столько времени на камне в покаянии провел, заслуги напрямую, да? Да, и вот а вы говорили, что вы не понимаете, да? Все понимаете. Так вот, хочу обратить еще раз внимание на то, что необходимо в чтении литературы, в том числе псевдодуховной литературы, уметь отделять автора от святого. Вот если бы мы сейчас не понимали, как, что это необходимо делать, то можно было бы анафеманствовать сразу, да? Не только житие, но и того, о ком это житие написано. Но мы понимаем, что есть автор, не канонически написавший о житии, а есть святой, канонизированный и так далее. И есть его каноническое житие, как его словесная икона, уже стоявшаяся человек. Еще один пример, еще один пример, который будет и говорить нам в некотором роде о иконке, которую достали с руки и положили кому-то. Из воспоминаний Дурасова, духовный сын Старицы Макарии, Старицы Макарии тоже, наверное, многие знают, если не знают, тоже святая, современная, достаточно очтимая, ну, святая, да. Вот что он пишет от лица Старицы Макарии. А почему ты плохо Богу молишься? Надо Богу молиться, причащаться надо, пей водичку утром в семь, вечером в девять, растирайся маслицем в субботу и понедельник. Что можете сказать по этому поводу? Магия Магия. Магия. Вот утром в семь, вечером в девять, растирайся маслицем в субботу и понедельник. Это магия. Это попытка дернуть божество за рычажок. Вот утром в семь и все будет хорошо. Зачем Христос? Зачем молитва? Зачем еще что-то? Утром в семь вечером девять и все будет у тебя замечательно. То есть подмена собственно говоря самого Христа. Отсутствие христоцентризма. Есть какие-то внешние обстоятельства исполнение которых должно привести к кардинальным изменениям. Дайте дальше читаем. Перед матушкой ставили для освещения два эмалированных бака с водой и большой керамический чайник с маслом. О молитвах во время освещения схемонахини никому не рассказывала. После ей только известных молитв прочитывалось четырежды да воскреснет Бог. Что вы скажете? А почему четыре? Ну да это понятно. А вот еще важный момент. Почему во-первых мама как освещать? Вот люди старшего возраста помнят что мы уже встречались всякого рода заряжанием воды. Заряжанием воды в телевизорах Чума, Кашпировский и так далее. То есть это идет здесь о чем идет речь? Речь идет о подмене понятия таинства о подмене понятия таинства мы с вами знаем что есть таинство об этом говорили а здесь нам предлагается некоторое иное понятие таинства свое и это таинство как правильно сказать не требует от нас ничего все делает матушка нам ничего не нужно она заряжает эту воду и вы ее потом утром в 7 вечером в 9 и все понимаете подмена ну как бы совершенно понятие да подмена и дальше читаю последнее чтобы вас не мучить она мучит да и вас после 9 вечера нельзя есть нельзя после 9 вечера есть нельзя почему не потому что можно потолстеть нет потому что начинаются страховые часы на небе идет большое пение чтобы что-то вымолить у господа надо молиться 40 дней и ночей все притом не сказано 40 дней и ночей по очереди или одновременно да ну вот я хочу обратить внимание не на второе а второму как бы уже совсем понятно да здесь что это вот такой рецепт как бы сказать магический рецепт при совершении которого ну как бабушка заговорила там какую-то не знаю травку ты будешь пить и будет все с тобой хорошо вот такие здесь 40 дней проговорил значит ну символическая цифра 40 дней да цифра нескушения Христа в пустыне но тем не менее она почему-то привязана к тому что вот именно если исполнять именно вот это количество дней то тебе что-то дано никто не говорит о том что все есть по воле Божией Господь как бы все слышит и всегда отвечает но не всегда мы я еще раз напоминаю Господь слышит все наши молитвы и ни одна из наших молитв не остается неотвеченной другой вопрос не всегда мы этот ответ понимаем или хотим воспринимать то есть мы говорим дай нам машину Господи почему мне машину новую хочу новую машину машину хочу новую а ее нет и нет нет и нет нет и нет и мы думаем ну Боже ну когда он мне ответит ну машину хочу но не могу уже что это за Бог такой который не может мне машину подарить, я же так уже хочу, так уже молю, я уже все делал, и водичку пил, и маслом растирался, ну все я делал уже, и молился, и постился, а машины нет, и нет, ну как так, ну не могу понять, вот. Но здесь речь идет о другом, после 9 часов вечера есть нельзя, потому что начинаются страховые часы, а на небе идет большое пение, здесь есть догматические неверное определение, после 9 часов вечера на небе идет большое пение, что здесь неверно? На небе нет времени, потому что Бог вне времени, Он вечный, Он вечный, Он вне времени, поэтому слава Его всегда, а не только после 9 часов вечера, и не написано, правда, кто поет, но идет пение, на кто поет не написано, но не только после 9 часов вечера. Господь вне времени и вне места. Во-первых, ну если еще как бы можно каким-то образом управдать слово небо, чтобы оно было понятно, то здесь понятие времени, оно, собственно, никак не вернется с нашим представлением о Боге, который есть в вечности, находится вне времени. В общем, это все, что я хотел вам сказать. Я надеюсь, что вы почувствовали себя богословами, все-таки поняли, где вы еще должны расти, а где вы уже подросли. Наш курс не был предназначен для того, чтобы вы все знали, скорее для того, чтобы вы поняли, что вам есть к чему стремиться. Поэтому всем еще раз спасибо, мне было с вами приятно общаться на протяжении года, надеюсь, что с кем-то мы будем видеться дальше. Спасибо.